Вы как бизнесмен-инвестор зарабатываете много денег. Давайте поговорим о том, как простым людям, которые сидят на наемной работе, начать зарабатывать деньги. Как наемному человеку начать свой бизнес, возможно, и уйти с нелюбимой работы. Дело в том, что очень много людей хотят сразу стартануть и начать делать свой бизнес. И ко мне даже обращаются и говорят, я на наемной работе устал работать на дядю, хочу уйти, открыть свой бизнес и так далее. Ребята, это ошибочный путь, ошибочный путь. Особенно люди, которые работают на государственной службе и хотят уйти. Для таких людей я вначале рекомендую. Ребята, уходите только, если вы действительно не любите свою работу. Если вы любите свою работу, бизнесменам и инвесторам быть не обязательно. В этой жизни главный критерий успеха – это быть счастливым человеком. Если вы человек с полным карманом денег и миллиардами на счету, но при этом несчастный человек, то грош цена всему вашему богатству. Жизнь одна, смысл какой в этих бумажках. До тех пор, пока вы несчастливы, деньги не имеют никакой ценности, никакого значения. Поэтому прежде всего надо научиться быть счастливым. А для этого надо находиться одной из условий – на любимой работе. Это прежде всего. Второе. Ладно. Хорошо. Вам не нравится государственная служба? Вы решили уйти. Не надо сразу прыгать в бизнес. Перейдите в коммерческую структуру. Также наемным работникам в коммерческую структуру. Это, во-первых, поднимет уровень вашей зарплаты. Наверняка это будет больше, чем на государственной службе. И в то же время даст вам самое интересное. Вы сможете в коммерческой структуре наработать себе навык зарабатывания денег. Смотрите. Нужно четко разделять два процесса. Навык зарабатывания денег и навык, чтобы эти деньги шли вам в карман. То есть сначала научитесь зарабатывать деньги для другого. И только когда у вас уже есть навык зарабатывания денег, после этого вы можете открывать бизнес и зарабатывать на себя. То есть нельзя совмещать два процесса – учебу по зарабатыванию денег и зарабатывание богатства. Поэтому идеальный вариант – вы переходите в коммерческую структуру и учите зарабатывать деньги за чужой счет практически. Риски и оплату несет ваш работодатель. А вы в это время учитесь и нарабатываете навык зарабатывания денег. Теперь вопрос. Как это сделать? А делается это таким образом. Пришли на работу, не считайте, что вы работаете на чужого дядю. Работаете на себя ради себя. И интересуйтесь, представьте себя, поставьте себя на место собственника компании. На чем он зарабатывает деньги? Как он относится к клиентам? В чем наша добавленная стоимость? В чем состоит наш продукт? Какую потребность мы удовлетворяем у клиентов? Почему клиенты к нам все время приходят? За что они платят нам такие большие деньги? Чем занимается отдел, который мне передают материалы? А что делают с материалами, которые я передаю в другой отдел? И когда вы начнете думать как собственник и брать на себя больше ответственности, поверьте мне, первое, что с вами произойдет, ваше начальство вас заметит и начнет повышать по карьерной лестнице. И ваш заработок еще раз вырастет. И вы получите еще больше видения на деятельность фирмы. И таким образом в конце может закончиться так, что вы даже передумаете уходить в частный бизнес, и вы будете очень даже неплохо зарабатывать, работая топ-менеджером, наемным топ-менеджером какой-нибудь крупной компании. И уже если у вас совсем там бзык в одном месте, вам хочется все-таки свое, вот после этого вы ходите в свой бизнес, вы уже умеете зарабатывать деньги, вы знаете, какой отдел фирмы чем занимается, вы знаете, как вы строите отношения с людьми, с клиентами и так далее, как строить команду, у вас есть репутация на рынке. После этого только переходите в свой частный бизнес.